Микс Ньюз Лайф Ис Гуд Люблю Лайф Ис Гуд Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю Лайф На Радио Болтком И говорим не только люблю, но и здравствуйте, добрый день, доброе утро Всем и всем, кто слушает Радио Болтком Инна Авина в нашей студии, доброе утро Доброе утро, Олег, очень приятно тебя слышать и видеть Хорошо, что есть что-то постоянное Это журнал Люблю по средам Наша передача с тобой по средам Очень приятно и здорово увидеться Ну что, дорогие слушатели и читательницы Снова в киосках, несмотря ни на что Журнал Люблю, толстый, красивый, яркий 64 страницы мы специально для вас выпускаем И девушка без маски, я смотрю И девушка уже без маски И как-то вот хочется верить в то, что жизнь продолжается Смотри, цветочком она себя украсила на обложке И думаю я о том Вот сегодня шла пешком, надо сказать Сюда в студию Мимо парка Победы В котором прекрасно расцвели сакуры Такая красота кругом Я думаю, что ну все-таки будем верить в то, что жизнь продолжается Что все хорошо, что вот природа нас радует Мы вот в журнале даже спецвыпуск сделаем Выйдем в сад Давайте уже как-то вот все-таки быть ближе к природе Удаленка-удаленка и все это хорошо и замечательно Но чувствуешь жизнь, когда вот походишь, деревья погладишь Клумбочку покопаешь, какие-то саженцы посадишь И когда видишь своими глазами, что природа преображается Все-таки там дуванчик асфальт может пробить Правда же как-то душевно укрепляешься Думаешь, ну так и мы же расцветем Как тот самый пень В весенний день И запоем как-то Тем более, что все-таки люди по-разному относятся К вынужденному сидению дома И разные эмоции испытывают Кому-то даже нравится Кто-то говорит, что замечательно С семьей можно провести время И работа на удаленке Как бы дает возможность Чуть-чуть может выспаться Сэкономить на дороге, на работу Да, и вот, кстати говоря В номере, который вот сейчас Вот «Свежий люблю» вышел У нас есть большой материал Посвященный режиму работы на удаленке И совет психологов, кучи Которые говорят о том Что если вы думаете Начинать работу на удаленке В пижаме, там с шампанским С кусочком тортика Или еще как-то Ну вот вряд ли это вот прям будет Такая работа-работа Наверное, все-таки для того Чтобы войти в рабочий ритм Надо ставить маркеры И какие-то определенные рамки Себе самому И тогда семье Ну вот, допустим Если в двухкомнатной квартире Там осталось 4-5 человек Там трое детей Или там дети, бабушка Мам с папой Каждый в своем ноутбуке работают Ну, нелегко людям То тогда вот эти вот Внешние какие-то ограничения Там переодевания Ну хотя бы Как у тех же телеведущих Ну как у нас сейчас Свою радиоведущие Мы же тоже видны в эфире Но вместе с тем Можно быть сверху в пиджаке Ну хотя бы Правильно? Вот Ну внизу можно и в тапочках остаться Ну хотя бы какие-то Должны быть Внешние признаки того Что ты в офисе Ты на работе Да И это не просто Вот ты за компьютером в пижаме А у тебя на самом деле Рабочий день Да И обед там С двух до трех Ну или с часу до двух Там у кого-то Тогда будет проще Не выпадать То есть для того Чтобы карантин Не превращался В какой-то незапланированный Отпуск Или странную Такую жизнь Поставленную на паузу Вот об этом Кстати От жизни Поставленной на паузу Очень многие Люди впадают Либо в тревогу Либо в такое Вложенное восприятие Действительности О том что Ой, а кризис Это хорошо и здорово И пусть он продолжается Вот я вот Что-то с жизнью не справляюсь А вот Эмир нам показал Что он с жизнью не справляется Ну как бы вот мы Слились в экстазе Вот И об этом я предлагаю Поговорить с нашей Сегодняшней гостьей У нас же с тобой Как всегда Гостья прекрасная есть И это можно сказать Вот коуч Или тренер По управлению эмоциями Я уже говорю Коуч и эмоции Да-да-да Так тянет тебя Тренер-вдохновитель И автор книги Энергия денег Алина Воронова Здравствуйте Слышно нас? Здравствуйте, Олег Здравствуйте, Илья Здравствуйте, Алина Ну что Кого-то накрывает паника Кто-то делает вид Что ой, все хорошо И замечательно Жизнь на паузе Мир на паузе Ну и пусть эта пауза Длится там Ну непонятно сколько Бессрочно Вашего авторства Статья есть в журнале Спасибо вам большое За сотрудничество с нами И вот вопрос у нас К вам такой Что же делать? Давайте первое рассмотрим Когда накрывает паника? Очень страшно Очень непонятно Хочется Ну как-то вот Наверное Себя успокоить Но вместо этого Начинаешь окружающих покусывать А окружающие Это твоя семья родная Ну если ты находишься В изоляции Что делать? Вот накрывает все Вот глаза открываю Понимаю Ужас Армагеддон Наверное Начало Первое о чем Хотелось бы сказать Это Если меня накрывают Сильные чувства И мои окружающие рядом То первая ошибка Это нам кажется Что Мои близкие Должны по умолчанию Понимать Что со мной сейчас происходит Но Реально Это не совсем так Часто Наши близкие Не так Как это Заняты собой И своими переживаниями И тогда Есть смысл Первое что сделать Это предупредить Тех окружающих Например Если это мама Что Ребята Мама сейчас Не в адеквате Прям так вот И сказать по-честному Да То есть Назвать кошку кошкой Да Это на самом деле Очень хорошее Правило Для кризисной ситуации Но Конечно Оно В некоторых случаях Оно не подходит Например Если дети Очень маленькие И Им Объяснять Это То есть Это может вызвать Какую-то дополнительную Тревогу Или Еще это Кто-то Кто может это не понять Тогда второй момент Это Немножко Отстраниться Чтобы привести себя В адекватное состояние Более нормальное состояние Ну Хотя бы Запереться в туалете А То есть Буквально Физически Куда-то переместиться Если вот у тебя Слезы Руки трясутся Вот уже Ужас-ужас Да 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 Но Здесь По поводу Паники И серьезности Паники Вы знаете Очень хочется Кратенькую притчу Привести Которую По поводу Добрых советов Для паникеров Вот притча Что на берегу Реки Пасется корова А к ней Подходит свинья Которая ищет Брод через реку И говорит Коров Тут я перейду Через реку Корова так смотрит На свинью И говорит Да Ты перейдешь Свинья говорит Только я плавать не умею Корова говорит Ты перейдешь Свинья заходит Говорит Корова тут вроде глубоко Да перейдешь ты Нормально Вот Свинья говорит Ой Мне уже в рот Вода забирается Корова говорит, нормально, перейдёшь. Наконец свинью накрывает с головой, её сносит рекой, и как бы на этом сценка заканчивается. А корова говорит, странно, а вот утке было по грудь. Это о том, иногда советы со стороны, а нам очень сложно оценить, что чувствует другой человек. И для себя первое, что рекомендуют делать, когда мы учимся осознанно справляться с паникой, это оценить, насколько мне сейчас плохо. От 0 до 10, независимо от того, что происходит снаружи, это самая большая паника в моей жизни, или это так? Потому что в зависимости от этого будут отличаться и рекомендации. А связаны, может быть, паника с тем, что теряются какие-то привычные утренние ритуалы? То есть мы привыкли, что утром мы встаём, одеваемся, идём на работу, сейчас вдруг всё это меняется, вот рушится сам вот этот привычный график, и это вызывает, ну, может быть, у многих людей чувство тревоги, неуверенности, потому что всё по-другому, то есть всё как-то не так. Я, кстати, часто слышу от коллег, которые, ну, вот привыкли выезжать, офисные работники, что по дороге на работу у меня как будто идёт переключение режима. Вот я из дома вышел, сел в машину, еду там, ну, скажем, 30 минут. За это время все мысли успевают переключиться. А дорога из спальни до кухни, или наоборот, из кухни до спальни, она сильно короче, она одну минуту. И за это время очень трудно сказать себе, так, а теперь я бухгалтер. Если буквально секунду назад ты была мама или ты был отец, и вдруг вот буквально вот в этот же момент ты стал кем-то другим, ты должен стать директором, бухгалтером, да, вот кем-то, кто работает на удалёнке. Вот это очень сложное, люди говорят, вот момент. Да, да. То есть возможность переключиться, и дорога, это очень многие из нас этим пользовались. И когда этого ритуала нет, то нам с этим, конечно же, сложнее. Вот недаром же даже ещё Пушкин сказал, что привычка свыше нам дана, замена счастью она. Это в Евгении и Онегине. И действительно, когда мы потеряли свои привычки, возможности им следовать, то мы можем испытывать различные признаки несчастья. Но здесь как раз есть возможность проявить находчивость. Вот то, о чём вы наговорили вначале, какое-то переодевание для женщины нанесения макияжа, для мужчины раскладывание своих каких-то рабочих предметов, например, может оказаться вот этим ритуалом, который помогает всё-таки как-то перейти в роль свою рабочую. Ну и проинформировать близких о том, что это происходит. Вот у меня муж в течение месяца работал тоже дома. Мы вдвоём делили как раз-таки двухкомнатную квартиру. И он утром торжественно перед началом работы переносил к нашу спальню два больших монитора, потому что ему для работы они нужны. Потом, когда заканчивался рабочий день, он их также торжественно нанёс обратно складывание. И вот это был его ритуал, чтобы включиться. Кстати, хороший совет, да. То есть не постоянно ставить кабинет в спальне, не нарушать таким образом и своё пространство, и жизнь, а всё-таки хотя бы передвигать. Принёс работу, унёс работу. Да. Хороший совет. Спасибо вам большое. А теперь, как вы думаете, происходит с людьми, которые в домике спрятались и говорят, ой, как хорошо, ой, как замечательно. Давайте не будем выходить из домиков. А нам так нравится. А нам так нравится, да. И вот и уходить никуда не надо. А что говорят? Там вот всё рушится, там вот мир, экономический кризис. Ой, да ладно. Давайте испечём печеньку. И вот сидим дальше, и всё хорошо. Вот о чём это говорит? Ну, такие, когда идёт такая обратная связь, что это говорит о человеке? Что с ним происходит? Ну, вы знаете, вот здесь срабатывает такой эффект, что люди очень резко сейчас поделились на интровертов и экстравертов. И больше от этого кризиса действительно страдают экстраверты. И почему такой большой контраст? Потому что интроверты, вот те же вот, испекающие печеньки, занимающиеся марафонами рисования, у них они так устроены, что они привыкли черпать энергию себя изнутри. И выходят в свет только, когда им что-то, ну вот краски закончились или мука нужна для печенья. Понятно, да. А экстраверты, которые постоянно черпают энергию извне, из внешнего мира, их, конечно, накрывает. И тут сытый голодного не разумеет. То есть первое, что можно сказать о человеке, которому сейчас хорошо, что он по своей натуре интроверт. И это не хорошо и не плохо. То есть такие люди тоже, ну они очень много чего могут дать нам. Но мне кажется, что даже самому комфортному интроверту на этом этапе есть смысл подумать о том, что он всё-таки часть этого общества в целом, и что этот маленький мирок, его комфортный, может под натиском как больших волн тоже рухнуть. И начать действовать чуть раньше. Да-да-да, конечно. Ведь как бы ты не изолировался, нельзя себе представить, чтобы ты обошёлся без внешнего мира. Правильно? Да. Да. И для человека, который в состоянии... Вот тут интересно. Для тех, кто чувствует слишком большое давление внешнего мира и всё это пропускает через себя, для него рекомендация будет как раз-таки создать у себя внутри вот этот уютный кокон, где он может почувствовать себя защищённым. И это внутреннее состояние, это не обязательно, как это, стены квартиры или забор дачи. А для того, кто уже в этом уютном коконе, ему как раз стоит подумать, что он своим спокойствием может делиться с миром. И я вижу, что многие мои интровертные такие друзья, особенно помогающие практике, сейчас это делают, например, через те же прямые эфиры или пишут какие-то статьи или предлагают как-то внешнему миру вот это. И тогда эта интроверсия оправданная, она тоже как работает по благо нас всех. У нас звонок, человек дозванивается довольно долго. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я ещё подумала, что сейчас семейное насилие, так может быть, это ещё зависит от того, что один из супругов экстра, а второй интроверт. Может быть, как-то стоит перед свадьбой подумать, был будущим молодожёном, именно вот об этом. Кто любит сидеть дома, а кто любит гулять. Что может быть, действительно, вот насилие зависит ещё и от этого. Спасибо. Ну, это, кстати, вот шутка знаменитая, что перед тем, как пойти в ЗАГС, подумай, что с этим человеком тебе сидеть на карантине, да, вот это. Отличная поговорка родилась в наше время. Алина, что скажете, какие наблюдения в вашей практике? В моей практике наблюдения такие, что да, действительно, наши социальные привычки, вот интроверсия и экстравертность, это очень несущественный такой кирпичик, на котором держится стабильная, уютная семейная жизнь. Если мы в этом не совпадаем с партнёром, жизнь сложна. Я бы не сказала, что это прямо прямой путь к насилию, что один любит тусить, а другой готовит дома на кухне. Да-да-да, и обижается, когда тусящие уходят, да, а у него тут картинки и печеньки остались невостребованными, безобразие. Да, мне кажется, что всё-таки тема насилия это несколько про другое, но это точно про бессилие что-то изменить, да, в первую очередь, обострение. Я это вот для себя так наблюдаю. Но даже интроверт и экстраверт могут существовать вполне хорошо под одной крышей, если они договорились, если у них есть кодекс правил их домашней жизни. И для условий карантина этот кодекс правил по идее должен быть изменён, подстроен, потому что многие пары и многие семьи живут немножко по умолчанию. Вот как сложилось, вот так мы и делаем. Вот когда дети проснулись, мы встаём. Вот когда деньги кончились, мы думаем, как заработать. То есть у них нет вот этих правил. А карантин, как любое жёсткое внешнее ограничение, требует пересмотра домашнего, так сказать, house rules, домашних правил, как мы живём, по каким правилам мы живём в нашей семье. В том числе, как мне кажется, и как я вот уже наблюдаю, карантин стал своеобразным маркером, который высветил те пробелы, скажем, в семейном кодексе, которые, как вы справедливо заметили, по умолчанию не являлись важными. Ну, скажем, те же самые, например, денежные вопросы. Кто-то что-то заработал, кто-то что-то сбросил в общий семейный котёл. Вроде как, ну, получается, бюджет там не трещит каждый месяц или трещит через месяц. Ну, как-то живём. А сейчас, когда действительно и экономический кризис, да, и вот эти безумные изменения, когда, может быть, или один член семьи, или, не приведи, Господи, оба, например, без работы, остались в отпуске на неопределённое количество времени и так далее. И вот тут, мне кажется, очень серьёзные сложности наступают не только, может быть, ну, материальные, там, я не знаю, нечем заплатить за квартиру, нечего поесть, ну, наверное, всё-таки взрослые люди, будем говорить, ну, хотя бы месяц представляют, как они будут жить, а ещё психологические сложности. Кто берёт на себя ответственность, почему у нас так получилось, что у нас нет денег даже на ближайшие два месяца, как же так, как же мы так жили, почему что. Очень многие сейчас говорят об этих вопросах, которые возникают в семьях, и вот звонящая слушательница говорила о семейном насилии. Кто его знает, какие у него корни, может быть, в том числе и в вот тех вопросах, да, которые становятся сейчас очень важными, ну, на них абсолютно нет ответов. Так получилось, говорят люди друг другу. И вот, Алина, подскажите, что в этой ситуации будет таким примеряющим разговором или расстановка акцента, а не усугубляющим эти конфликты. Ты виноват, нет, ты виновата. Вы знаете, да, это очень важный момент, и если говорить о профилактике этого, вот как раз в моей книге об этом довольно много я говорила, вот не могу не сослаться на свою книгу, и сейчас она переводится на русский язык, надеюсь, что будет и возможность об этом поделиться больше. Но, вот если уже ситуация возникла, то есть такая процедура, которая называется принятие, и об этом говорится практически во всех духовных традициях, так или иначе, но здесь мы не про них, мы про бытовую ситуацию, где первый шаг, я наедине с самим собой, то есть оставляю партнёров в покое, но я смотрю на ту ситуацию, которая у нас есть, вот у нас неоплаченный кредит, вот у нас нет вообще финансовых запасов, как выяснилось, никаких, да, мы жили от и до, и я говорю себе, да, это неприятно, это тяжело, но я эту ситуацию принимаю, и вот здесь почувствовать, где в теле, вот насколько от 0 до 10, опять я возвращаюсь к этой шкале, я готов это принять, потому что если принятия в вас нету, идти разговаривать, выяснять отношения с партнёром бессмысленно, вы усугубите, вот первое, это уделить внимание тому, чтобы я это принял, и второй этап, который очень-очень сложный эмоционально, и особенно, когда, чем больше засада, чем сложнее с этим смириться, это сказать самому себе, и может быть повторить раз 10, я отказываюсь от поиска виноватых, то есть вот прямо вот как мантру, я отказываюсь от поиска виноватых, я иду искать решение, и до того, как вы вот эти три вещи вы не сделали, просто наберите как в рот в отвар ромашки или воды, и не разговаривайте об этом с партнером, но если вот эти три шага вы сделаете, то и ваш разговор с партнером, и у него есть шансы привести к какому-то конструктивному решению или выходу. значит, давайте повторим, первое, это принятие, я принимаю эту ситуацию, вот она уже совершилась, факт, у нас нет денег, но при этом есть куча обязательств, второе, я повторяю, что я не ищу виноватых, я отказываюсь от поиска виноватых, потому что если я скажу, что я не ищу, это значит, это будет неправдой, потому что все мы немножко ищем. Да, я думаю, что мы схоже устроены, да, да. Причем это делают и семьи, и бизнесы, и я вот консультирую предпринимателей, там тоже сейчас бывают по шестичасовые зум-конференции, где занимаются поиском виноватых, то есть там все то же самое. Это так понятно, Алина, это так созвучно, конечно. И третий шаг какой? Я отказываюсь от поиска виноватых. Третий какой мой шаг? И опять же, почувствую, чтобы это стало вашим, что вы действительно отказываетесь, и тогда я иду искать решение. И только после этого я иду искать решение. Да. Потому что если вы не откажетесь от поиска виноватых, и пойдете искать решение, вы скажете, о, это ты не принес, там, ты купил новый айфон в кредит, и поэтому у нас сейчас нет денег. И все, и вы как будто нашли решение. Это будет отказ от поиска решения, и иду искать виноватого. Да, это такая психологическая ловушка, и мозг тут же такой, о, хозяин, молодец, классно мы все придумали. Вот оно, наше решение. Давай свалим все на этого безобразника, который притащился со своими айфонами, а у нас сейчас тут вот на стол вы на ужин. И все, и понеслась очередная ссора, которая доводит неизвестно до чего. Ну, все понятно. Спасибо большое вам, Алина, это было очень ценное замечание насчет денег, действительно, я думаю, очень многие воспользуются, это классная такая методика, но вопрос у меня есть еще такой, в этой ситуации, когда действительно, ну, мы замерли в ожидании того, что, ну, наверное, что-то произойдет глобальное, в том числе и кризис, и будут какие-то экономические серьезные изменения. Что я могу сделать, как человек, потерявший работу, допустим, не дай бог, всем пожелаем того, чтобы все это восстанавливалось, ну, вот допустим, я знаю таких людей очень много, у меня среди друзей тоже много людей, чьи бизнесы стоят на паузе, которая неизвестна, когда закончится. Куда вектор энергии направить? Вот вы, как человек, вдохновляющий на изменения, что вы можете посоветовать? Куда броситься хотя бы мыслями, если не действиями, хотя бы мыслями? Отличный, отличный вопрос, и я знаю, о чем это, потому что мне приходилось консультировать людей, внезапно терявших работу, и в том числе я сама через это проходила, и самое лучшее, что сделать, куда направить энергию, это, если вы склонны к самокопанию, то вам понравится, если вы не склонны к самокопанию, то вам этот совет придется сложным, но полезным, потому что можно делать самокопание с пользой, провести внутренний аудит своих умений, талантов и навыков. Дело в том, что никто из нас, кто добился хоть в чем-то успеха в какой-то деятельности, эта деятельность не охватывает все его таланты и способности, которые нужны людям. Вот никогда так не бывает, что вы прям 99,9% себя вложили в свою деятельность. Обязательно осталось что-то на невостребованное. И вот просто можно взять записную книжку и записать все то, что я в принципе умею и люблю делать. Пусть это будут вещи, за которые вы никогда в жизни не брали деньги. Те же печеньки. Или вы хорошо когда-то играли на гитаре. Или вам хорошо удается плеить обои. Все что угодно. Первый этап это просто перечислить то, что я хорошо умею делать. Может быть, какая-то бизнесвумен вспомнит, что она в свое время была неплохим секретарем в начале карьеры. Нет, нет, не то, что ей нужно обязательно туда возвращаться. Просто вспомнить. потом посмотреть на ситуацию, какая внешняя, и попробовать себе задать вопрос, потому что бессознательно мы часто этот ответ уже знаем. А какие из этих моих навыков могут пригодиться миру сейчас, миру и людям? И вот это важный момент. Кризисы заставляют нас пересмотреть нашу мотивацию для нашей деятельности. Когда экономика растет, мы можем работать исключительно, чтобы зарабатывать деньги. когда количество денег на рынке резко проваливается, а сейчас тот самый случай, нам нужно пересмотреть, в чем мир нуждается, в чем нуждаются люди вокруг мира. И вот из нашего сообщества есть сейчас пример, который очень лично я считаю вдохновляющим, где владельцы небольших ресторанчиков начинают развозить еду тем, работать бесплатными обедами. или обедами за символическую плату. Вот это как раз пример конверсии моего навыка и того, что полезно обществу. И даже если это прямо сейчас мне не принесет деньги, это мое заявление о том, что я могу быть нужным и полезным. И закон брать-давать обязательно вам это каким-то образом вернет. Можно ли заняться чем-то совершенно несвойственным тебе, условно говоря, человек сидел, решил написать книгу, роман, сидя дома. С одной стороны, никогда не было у него такого времени на это. Сейчас не знает, чем себя занять. И вот попробовать. Олег, вы очень верную вещь говорите, и я думаю, что если мы с вами пересмотрим историю мировых шедевров, мы обнаружим множество шедевров, которые возникли именно таким образом. То есть наша культура, такие большие важные вещи, творения создавались именно из такого. На карантине. Во время кризиса. Когда бессознательное выходит вдруг из невостребанного своего состояния из окопа, где оно валялось где-то, пока мы бегали, деньги зарабатывали. Давайте вспомним. Первое, которое мне сейчас пришло в голову, это Фрида Кауа. Если бы не совершенно ужасающая травма, которая с ней случилась, прекрасный солнечный день, когда она ехала в трамвае, мы бы не узнали, возможно, весь мир бы не узнал эту гениальную художницу. Она черпала из своей боли, из своих страданий, она создавала вот эти свои шедевры. И теперь стала большим целой иконой в культуре. поэтому любой из нас получает доступ к тайным копиям нашего подсознания. Я вспомнила Агату Кристи, которая свои шедевры, я не знаю, это легенда, не легенда, придумывала сюжет для детективов в момент мытья посуды. Она ненавидела мыть посуду, ее душа была преисполнена каких-то бурных эмоций. И в этот момент она говорит, я отлично придумывала, кто кого за что должен убить и как потом все это распутывать. Тоже неплохо, мне кажется. Вот так вот отдаешь квартиру на карантине каждый день. Может быть, и придется действительно какая-то удивительная свежая идея. Почему нет? Именно так. А представьте, если бы Агате Кристе муж подарил посудомоечную машину, мы бы остались без шедеврального детектива, наверное. Хорошо, что это не произошло. Да, ну а, кстати, вот упомянутый нами уже Евгений Онегин же был как раз дописан в Болдинскую осень. Как раз... Своеобразный карантин. Тоже своеобразный карантин. Когда невозможно было никуда выехать, да. Александр Сергеевич сидел в имении в Михайловском и вынужденно занимался творчеством. Ничего его не отвлекало. Вдохновение. Ну, действительно, в чем его искать? Ну, простите, ведь не хочется бросаться там под трамвай вот какие-то, ну, чтобы там вот фу-фу-фу-фу какие-то драматические события тебя к этому подвигали. Вот как найти это вдохновение, заставить себя чем-то заняться? Да, потому что те же самые отзывы людей, ну, вот мы существуем в информационном пространстве всего профессии, очень много прилетает разнообразных откликов, и люди стали уже писать в соцсетях о том, что одно дело планы. Когда вот начинался карантин, я думала, ну, сейчас японский язык как выучим, как научусь там плести макараме, не знаю. 150 бесплатных курсов тебе вот оттуда. Я сейчас вот список 20 опер у меня тут непрослушанных стоят, ну, вот это ж мне есть чем заняться. И на второй, третий, пятый, десятый день выясняется, что мы не уехали никуда дальше кухни и телефона с теми же соцсетями. И тогда приходит вторая волна уже бессилия и апатии. Весь мир побежал, а я не побежал. А я вот тут вот лежу на диване и соскрепстись не могу и даже пижаму переодеть не могу. И, боже мой, какое я ничтожество, пока все выучили японский. Что делать в этой ситуации и почему так происходит? Вы знаете, Инна, то, что вы сейчас описали с силой притяжения дивана, это, как правило, показатель того, что травма, и я здесь буду употреблять этот термин, то есть это скорее показатель того, что активизировался наш травматический опыт. То есть рано или какое-то потрясение было раньше, но пока мы были с наших беличьих или крысиных или каких-то ни было на бегах по кругу, мы этого не чувствовали. И мы вот сейчас нас это настигло. То есть если вспомнить опять же литературную героиню Скарлетта О'Хара, которая говорила «Я подумаю об этом завтра», вот это пришло то самое «Завтра Скарлетта О'Хара». Ах, вот оно, что пришло, да. И вот в этом состоянии, конечно же, прямо сразу пытаться учить японский язык или заняться полуторачасовым классом пилатеса для улучшения осанки плохая идея. Вот для этого как раз очень хорош в нашей статье в новом Лилит метод вот этого самоподдержки, то есть самообнимашки, вот прямо вот так написано для вот этого состояния. Почему? Потому что любое объятие, оно даёт, даже если мы обнимаем себя сами, оно даёт ощущение принятия и поддержки. И вот здесь кроме этого ничего нет, ничего более подходящего не найдётся. Теперь второй момент про источник вдохновения. Я на карантине собралась наконец-то спустя три года стала записывать прямые эфиры по своей деятельности. Вот я три года никак не могла к этому взяться. И что я заметила? Что больше всего самые насыщенные эфиры это те, которые я не просто где-то что-то прочитала и вам рассказываю, а где-то коснулось напрямую меня. То есть вот поймать волну. Вот вы прочли новость, вы прочитали сегодня утром семь новостей, и только одна из них вас по-настоящему, а все плохие сразу скажу, все плохие, и только одна из них вас зацепила. И тут это первый шаг, заметить, что меня зацепило. Второй, почувствовать, где это у меня в теле резонирует, потому что мы привыкли жить в нашей голове, но вообще у нас тело, сознание живёт в теле. То есть и как правило это будет либо голова, либо грудь, либо живот. и вы почувствовали, что вот оно у вас свербит или давит или дрожит. И дальше вот тут я уже показываю конкретную рабочую технику. Просто возьмите листик бумаги, возьмите любую ручку или карандаш, который у вас есть, абсолютно любую, и сделайте, представьте, что у вас от этого места, где у вас вот это свербит, проведён шланг в вашу руку, левую, правую, неважно. И постарайтесь это выбросить на листик. Что значит выбросить на листик? Вы будете изображать я вот даже то есть самый хаотичный вот какой-нибудь вот такой рисунок. Вот. Вот видите, это вот моя абстракция на клочке бумаги. Вы выбросили. А потом следующий шаг очень важный. Вы положите на это руку и попытаетесь максимально выдохнуть. И когда вы почувствуете облегчение, а вы его почувствуете как изменение, например, там привьёт кровь к лицу или вдох поглубже станет. Вот тут есть энергия для действия. И ваша подсознательная часть вам может вполне подсказать, что именно. Это может быть звонок кому-то или два японских слова, или помытая чашка, которая стоит уже неделю рядом на тумбочке. Но вот отсюда и берётся энергия. И вот таких выбросов в течение дня можете сделать столько, сколько вам нужно, чтобы просто делать следующий шаг. Но это вот, если так уж совсем-совсем просто. Ой, а у нас на самом деле уже и время подошло к концу. Ну, я считаю, что это очень удачный у нас финал, потому что Алина очень подробно рассказала, как можно себе помочь. Спасибо огромное. о Ленина статья о том, при помощи каких приёмов можно противостоять панике, как себя обнять, как можно особыми техниками управления дыханием каким-то образом изменить своё состояние. В последнем номере журнала «Люблю», журнал «Люблю» в киоске, в магазинах, дорогие слушатели, читательницы, всё на своих местах. Есть какие-то вещи, которые не меняются, так что, пожалуйста, оставайтесь с нами, а мы будем с вами. Алина, огромное спасибо за сегодняшнюю встречу, было очень интересно и очень полезно. Спасибо большое. Алина Воронова была с нами на связи, Инна Авина, Олег Пека. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»